Три уникальных гоночных автомобиля марки Порше были впервые привезены в Россию. В свое время эти машины выигрывали самые знаменитые спортивные состязания. Такие гонки, как Ле-Ман и Тарго Флорио. Познакомиться с историческими автомобилями обычно можно в музее компании в немецком Штутгарте. Так что мы не упустили редкую возможность увидеть их в московском Форше-центре. На обозрение российской публики привезли две культовых машины 60-х годов. Это Порше 718 RS Spider, который на протяжении 7 лет выигрывал многочисленные гонки на скорость и выносливость. Рядом с ним была выставлена модель 904 Carrera GTS. Машина с культовым дизайном. Первый автомобиль, чей кузов был целиком сделан из композитных материалов. И третий экземпляр, пожалуй, самый эффектный. Это автомобиль, выигрывавший 24-часовую гонку в Ле-Мане в 98-м году. Порше 911 GT1 был создан на основе культового спорткара серии 911. Однако не каждый сможет сразу увидеть в нем знакомые черты. Подробнее об этих машинах мы попросили рассказать директором музея Порше Ахима Штайскаля. Обычно эти машины стоят в музее в Штутгарде. Но это не просто выставочные экспонаты. Они регулярно принимают участие в многочисленных мероприятиях по всему миру. Поэтому экспозиция в музее постоянно меняется. Эти машины регулярно ездят. Например, на фестивале скорости в Гудвуде. На конкурсе в калифорнийском Пёбл-Бич и в Тарго-Тасмане в Австралии. Но в Россию эти исторические автомобили привезены впервые. Это настоящая премьера. Насколько уникальны эти автомобили? Каждый из них существует в единственном экземпляре. Эти машины делались для различных гоночных серий. Например, GT1 выиграл гонку «Лиман» в 1998 году. Все машины уникальны, поэтому они очень ценны. Их общая стоимость составляет около 6 миллионов евро. Автомобили существуют в единственном экземпляре, но принимают участие в заездах. Как же вы их обслуживаете? Это очень интересная тема. Нам нужны специалисты, которые могут обслуживать эти машины. Нам повезло, что у нас есть сотрудники, которые работали с ними в 60-е годы на гонках. И они помогают нашим механикам в музее «Порше» поддерживать техническое состояние этих машин. Ведь запасных частей для многих из наших автомобилей не существует. Нам приходится изготавливать их самостоятельно, и это совсем непросто. Это одна из важных задач нашего музея. Кстати, у компании «Порше» есть давние связи с нашей страной. Когда Фердинанд «Порше» в 1931 году открыл собственное проектное бюро, к нему в Штутгарт приехала делегация из СССР. Знаменитому конструктору предложили стать главным уполномоченным по автопрому в Советской России. По сути, возглавить автомобильную индустрию страны. Фердинанд «Порше» побывал в России, однако в итоге предпочел остаться работать на родине, в Германии. Но давайте вернемся к тем замечательным автомобилям, что были впервые привезены в нашу страну. Я стою рядом с 718-м РС «Спайда». Это машина 1962 года. Первый «Порше» с восьмицилиндровым мотором. Интересно, что у этого автомобиля есть забавное прозвище – «Гроссмутер» – «Бабушка». Он так долго участвовал в различных гоночных классах в начале 60-х, что получил такое прозвище. Эта машина выиграла гонку «Тарго Флорио» в 1962 году, что делает этот автомобиль особенным. У него, как я уже говорил, двухлитровый восьмицилиндровый мотор мощностью 210 лошадиных сит. Машина разгоняется до 280 км в час. Сегодня бы сказали, что это машина со среднемоторной компоновкой, но по сути это предшественник теперешних машин серии «Бокстер» и «Кайман». Это автомобиль с воздушным охлаждением двигателя. Для охлаждения мотора требуется более 2000 литров в секунду. Но у него нет жидкостного охлаждения, поэтому у него есть вот такой воздухозаборник, как у знаменитой лимановской модели 917. Удобной посадку не назовешь. Гонщики были существенно меньше меня, но если уж усядешься внутрь, то сидишь как влитой. Выключатели в Порше сделаны не как у обычных машин. В современных гоночных автомобилях, чтобы включить, нужно нажать, а в Порше переключатель нужно потянуть на себя. Например, чтобы включить бензонасос, нужно вытянуть этот рычажок. Это особенность Порше. Причем на всех моделях переключатели разные. Все они сделаны вручную для каждого отдельного автомобиля. Для Порше, даже сегодняшних моделей, кипично расположение тахометра посередине. Именно он главный прибор, а не спидометр. Спидометр расположен слева. В этой машине его разметки не хватало, ведь максимальная скорость 280 км в час, а разметка всего 270. То есть стрелка часто упиралась в ограничитель. Но важнее философия. Кокпит сегодняшнего Порше выглядит так же, как и в гоночном автомобиле 1960-х годов. В центре находится тахометр, рядом указатели температуры и давления масла, а спидометр все так же слева. Сбоку вы видите воздуховоды. Это элемент дизайна, который есть у современных моделей Бокстер и Кайма. Это элемент дизайна, имеющий исторические корни. Порше использует этот прием, начиная со спортивных автомобилей 1960-х годов. И, конечно, не обойтись без спойлера. Ведь при скорости в 280 км в час нужна большая прижимная сила на задней оси. Поэтому вот такой спойлер и теперь есть на Кайме. И вы снова видите, что история повторяется. Мы используем наработки со спортивных автомобилей 60-х. Этот прекрасный серебристый Родстер с алюминиевым кузовом на раме из стальных труб стал последним из классических представителей Порше «Спайдер». Вслед за ним появилась модель 904 ГТС-купе, в конструкции которой впервые был использован пластик. Давайте познакомимся с ней. В этой машине очень примечателен дизайн. Вы видите, этот гоночный Порше сильно отличается от остальных. Дизайнером был Фердинанд Александр Порше, сын основателя компании. Он создал модель Carrera GTS. Это был первый Порше с пластиковым кузовом. Весь кузов сделан из композитных материалов и углеволокна. Машина оснащалась моторами разных типов. Можно было установить 4-, 6- и 8-цилиндровый двигатель. Эта машина отлично подходила для испытаний различных двигателей в разных гоночных сериях. И до сих пор считается одной из красивейших гоночных машин Порше всех времен. С этим нельзя не согласиться. Если вы посмотрите на автомобиль сбоку, здесь вы снова видите типичные воздуховодные отверстия. Эта машина имеет неповторимую форму. Заднее стекло установлено вертикально, что связано с аэродинамикой. Как говорилось, машина очень легкая. Она весит около 600 килограмм, что стало огромным шагом вперед в вопросах энерговооруженности. С полным оснащением и заправленным до краев топливным баком эта машина весит всего 600 килограммов при мощности в 240 лошадиных сил. То есть на каждые 10 килограммов массы приходится 40 лошадиных сил. Подобному результату и сейчас могут позавидовать большинство спорткаров. 904-я модель, созданная в первой половине 60-х годов, участвовала и побеждала в Тарго Флорио. А для этой гонки масса имела принципиальное значение. Это очень легкий плексиглаз. Если вы откроете дверь, то почувствуете, что она весит всего несколько сот грамм. Из-за такого подхода машина получилась очень легкой и запросто обгоняла конкурентов. В этом автомобиле примечателен удлиненный силуэт кормы с интегрированным спойлером, который обеспечивает прижимную силу на задней оси. Ну а выхлопная система, ну вы сами видите, и можете представить себе, какой звук она выдает, когда запускается 8-цилиндровый мотор. Эта система сделана специально для этого автомобиля. А чтобы не цепляться за дорогу в гонке типа Фарго Флорио, она расположена очень высоко. А как красиво корма с круглыми фонарями. Это чистой воды спорткар. В эту нишу можно убрать запасное колесо. Обратите внимание на материал. Это углеволокно. Оно намного легче жести или, например, алюминия. Видно, что оно сделано из очень тонких слоев, как и вся остальная машина. Сесть в нее мне будет непросто, но я попробую. Как видите, здесь очень и очень тесно. Но и здесь главное – это залезть внутрь. Вот так выглядит ручка открывания дверей. Сделано по-спартански. Здесь даже нет самой ручки. Это отверстие, чтобы можно было охлаждать кабину во время гонки. Внутри только самое необходимое. Например, есть зеркало, чтобы видеть тех, кого ты обогнал. Это очень важно. А больше нет ничего. Оснащение сокращено до минимума. Одним из владельцев такого автомобиля был король Иордании Хусейн. Он был поклонником быстрых автомобилей и с удовольствием управлял моделью 904 в соревновании по подъему на холм, которая проходила в его королевстве. А в 1975 году монарх подарил эту машину компании Порше. И, наконец, мы добрались до самого эффектного автомобиля, привезенного из Штутгарта. В этом болиде из углеволокна сделан не только кузов, но и шасси. Благодаря этой и другим техническим новациям на Порше 911 GT1 была одержана двойная победа в 24-часовой гонке Лиман в 1998 году. Это культовый автомобиль. Ведь, по сути, это 911-я модель. К кузову Порше 911 добавили накладные панели из стекловолокна. И он стал одним из наиболее ярких гоночных автомобилей своего времени. Обратите внимание на боковую линию. Эта часть машины сразу опознается как 911. А сзади можно увидеть оригинальные фонари серийной модели. На этот болид надеты дополнительные кузовные панели и гигантский спойлер. Но здесь много оригинальных деталей 911-го Порше. Откроем дверь. Они очень легкие, прочные и сделаны из углеволокна. Обратите внимание на заливную горловину. Через нее можно очень быстро вкачать топливо в бак. В Лимане нельзя терять и секунды при заезде в боксе, поэтому эта система появилась на GT1-98. 100-литровый топливный бак в этой модели был перенесен из передней части в отсек между задней стенкой кабины и двигателем. Это решение дает большой плюс в гонках. Развесовка машины между передней и задней осями практически не меняется от сокращения топлива в баке. Автоспорт значит очень многое для нашей компании. Из спорта вышли те конструктивные решения, которые теперь используются в любом серийном Порше. Керамических тормозов или полного привода не было бы в наших автомобилях, если бы в свое время гоночные инженеры не сказали, что эти технологии позволяют быстрее проходить трассу. То есть связь между былыми достижениями в автоспорте и сегодняшними серийными автомобилями прослеживается очень четко, поэтому всегда важно знать прошлое, говоря о сегодняшних моделях. Субтитры создавал DimaTorzok